Актуальная и часто запрашиваемая тема со стороны родителей. Зима уже, а значит пора утеплять ножки ребенка. Основные нюансы, которые учитываем при покупке обуви. Перечисленные параметры актуальны для обуви на любой сезон. Натуральные дышащие материалы или стелька из натуральной кожи, чтобы ножки не потели. Загнутый кверху носочек ребенку удобнее ходить. Широкое ложе для пальцев, чтобы они не сдавливались в обуви. Удобная застежка, которая помогает регулировать ширину обуви, позволяет легко обувать, снимать сапоги или ботинки. Пятка формообразующая, но не жесткая, проверить легко. Сомните ее, если она довольно легко пробинается, но быстро восстанавливает форму, значит берем. Отсутствует супинатор или его легко отклеить самим, если трудно найти обувь без него. Подошва сгибается при ходьбе. После выбора обуви достаем стельку и ставим ножку ребенка в носке, колготках на нее. Оцениваем размер. Зазор должен быть примерно 5-7 миллиметров. Это позволяет ножке свободно чувствовать себя и ребенку удобно ходить. У всех детей бывают периоды, когда они начинают ходить, но на улице чаще спят или выбираются и коляски ненадолго. В этих случаях я советую выбирать валенки. Для ребят постарше в морозы они тоже отлично подходят. Немного советов по выбору теплых валенок. Берите в размер и носите с носками из хлопка или шерсти. Выбираем цельно валеные валенки. Это те, у которых не резиновая подошва, а отдельные оголошки. В таких валенках нет молний, застежек и других элементов, через которые задувает. Кроме этого, они не разделяются на левую и правую ногу, а подстраиваются под особенности каждой стопы. Валенки натуральных цветов экологичнее, чем цветные. Толщина голенища 5-8 миллиметров, валка плотная. Если тоньше, ноги будут мерзнуть. Покупайте сама валеные, а не фабричные, а не лучше. Шерсть обладает теплоемкостью, ноги не мерзнут, а также она хорошо поглощает и испаряет влагу, оставаясь при этом сухой. Перед покупкой помните валенки. Если они легко сминаются, то не будут держать форму. Выбирайте другие. Качественные валенки не сваливаются с ноги и держатся плотно. На сомнительную погоду купите силиконовые галоши. Помогут защитить валенки от намокания. Такие валенки я советую носить и мамам, которые долго гуляют зимой с карапузами. Мамы, а какую обувь на морозы вы покупаете ребенку? Напишите нам в комментариях.